МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами вновь самая летняя программа Ура! Каникулы! Ее проведу я, Анастасия Ганжа. Сегодня мы окунемся в событие главного детского праздника Всемирного дня детей. Побываем на открытии летнего клуба домовенок детской библиотеки. Посмотрим, как на площади у городского дома культуры Олимп в небо взлетали воздушные змеи. И восхитимся мастерством скейтбордистов. Итак, смотрим. И вновь свои двери в детской библиотеке распахнул клуб домовенок. В течение летних каникул все желающие ребята могут прийти сюда, чтобы поиграть в веселые игры, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть мультфильмы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашей программе будут конкурсы, такие как «Собери солнышко». Мы будем собирать, каждый ребенок будет цеплять один лучик на солнышко, чтобы у нас получилось два больших ярких солнца. Будем наряжать дерево желаний. Будут дети загадывать желание вешать листочек, либо цветочек на это дерево. Ну и тоже катание на метле с бабой-ягой. Ну и всякие шумелки и кричалки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне понравился паровозик, потому что мы там все вместе были. Мне понравился конкурс, когда они бегали и лучики ставили на солнышко. Потому что, ну, он быстрый, он веселый. Мне нравится конкурс по паровозикам. Как там бегают и цветочки дают. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тут очень дружно и очень весело. Я сегодня пришел с мамой, со своими сестренками, со своим братиком. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По окончании игровой программы все ребята получили поощрительные призы. А самое главное, заряд отличного настроения на все каникулы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня по календарю первый день лета. Во всем мире празднуется День защиты детей. К этому празднику приурочили открытие скейт-площадки. Она объединяет любителей покататься на велосипедах, роликовых коньках и скейтбордах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С этого дня скейт-площадка открыта для всех желающих. Приходите и пробуйте свои силы. Хочет, можете приходить на время летнего периода. Буду заниматься с вами, тренировать. Ну и просто будет, думаю, весело. Время с 12 до 6. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, мне нравится то, что здесь все время страшно немного. То есть не просто вот там лыжи, едешь и все, тут все время есть экстрим. Вот, мне это нравится. Ну, здесь мне нравится абсолютно все. От прыжков до падений, от трав до трюков. Наверное, скорость, какие-то прыжки. Ну, пока что я ничего не умею, но, может быть, в будущем что-нибудь и будет. Ну, а так, как-то даже интересно, я не знаю. Как видно из запроса, любителей активного отдыха в нашем городе довольно много. И каждому нравится что-то свое. Я решил не рисковать и судьбу не испытывать, поэтому кататься не буду. Но предлагаю посмотреть, как это делают другие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочу поздравить всех с международным днем защиты детей, чтобы у всех было все хорошо, классно и побольше экстрима всем. На площади городского дома культуры «Олимп» ежегодно в празднике можно увидеть множество различных мероприятий. А самые смелые и активные горожане с легкостью могут принять участие. Но такое здесь происходит впервые. Сегодня в небо запустили воздушных змей. Все мы когда-то были детьми. В детстве я тоже запускал воздушных змеев. Потом выросли, когда как-то все забылось. Мы в детстве раньше сами его делали, а сейчас мы просто уже готовые купили. Мы сегодня захотели провести акцию небо полных детских развлечений ко дню защиты детей. В нашем городе тоже есть любители запуска воздушного змея. Все они увлечены этим непростым занятием. У меня не получается змея запустить. Отличная погода. Только не хватает ветра. Я его запускаю в небо, и он там летает. Но один раз он упал, и у меня не получилось его снова запустить. Расстроилась? Ну нет, все еще впереди. Ветер слабоват, он только вверх подлетает и падает сразу. Не получается. Может быть бежать нужно? Ну можно, но все равно не поможет. Ветер нужен. Сейчас уже немножко начало, уже более лучше стало получать запускаться его. И я думаю, что может быть нам поможет немножко хотя бы ветерок посильнее бы. Родина воздушного змея по праву является Китай. Именно там несколько тысячелетий назад появился этот необычный летательный аппарат. Чуть позже воздушные змеи распрострелились в Азии. Позднее в Европе, а в Америке и в других странах. Увлечение воздушными змеями может показаться детской забавой. Но на самом деле изготовление и запуск этих аппаратов – сложный процесс. Сегодня все собравшиеся здесь – это люди, увлеченные этой игрой или просто зрители. Я поздравляю всех с праздником. Желаю счастья, удачи и здоровья. В День защиты детей развлекательный центр «Островок» также не остался в стороне. Для девочек 3-6 лет он провел конкурс «Мисс Дюймовочка». Для того, чтобы получить этот титул юным участникам, необходимо было пройти несколько конкурсов. Конкурс «Мисс Дюймовочка» Конкурс самый разный. От конкурса «Чтецов» девочки выступают со своими стихотворениями, заготовленными дома. Конкурс «Василиса Премудра» – это конкурс «Загадок». Конкурс «Я Мисс Грация» – это танцевальный конкурс, где девочки будут повторять движения за нашими операторами. Конкурс «Я маленькая манекенщица» – это будут изготовляться головные уборы вместе в помощь с мамами. И потом маленькие девочки будут демонстрировать все это под музыку. Когда я взрослым стану, я все позволю сыну руками есть сметану и прыгать по спине. Конкурс «Мисс Дюймовочка» По пятибалльной системе судилось. Кому-то меньше, кому-то больше. Но это конкурсы. Есть победители, есть другие победители. У нас проигравших нет. У нас номинации «Мисс Дюймовочка». Очень приятно и задорно, весело, здорово вообще, когда проходят вот такие мероприятия в нашем городе. Потому что сегодня как раз у нас первый день лета и как раз наконец-то появилось долгожданное солнце. И прошло вот это мероприятие. Я от всей души поздравляю всех маленьких детей. Желаю вам всего хорошего, здоровья, радовать маму. Ну и всего самого прекрасного в этот день. Поздравляю всех Губкинских с праздником, с Днем защиты детей, всем детишкам здоровья. Я желаю, чтобы сегодня все были счастливы и никто никогда не грустил. С праздником, уважаемые губкинцы! Родители, защищайте своих детей. Это праздник их. Мамы, добавляйте нам детей. И всех с праздником еще раз. Я поздравляю всех жителей нашего города с этим прекрасным солнечным днем. И пусть у нас таких дней будет побольше. И вновь вернемся на площадь городского дома культуры «Олимп». Здесь в этот день прошло огромное количество мероприятий. Одно из них – традиционный конкурс рисунков на асфальте. Я рисую огромное дерево, а вокруг него лесных обитателей, улиток и ежика. Я рисую, как дети играют на улице, веселятся, прыгают, скачут. Впервые в этом году лица маленьких горожан были разукрашены разноцветными яркими красками. Ребята превращались в кошечек любимых сказочных персонажей или просто наносили цвета российского триколора. Желающих нанести аквагрим было огромное количество. Необычным этот день было и появление парада колясок. В нем приняли участие самые юные жители Губкинского. И, конечно же, их родители. Каких образов и персонажей здесь только нет. Это и семья пиратов, и танкистов. Коляски в виде паровозиков, спецавтомобилей, ярких бабочек, майдадыра, НЛО и кареты с лошадкой. Вариант корабля мы выбрали «Черную жемчужину», так как всем известный корабль. Вот. Ну, идея нам понравилась такая, что вот будем «Черную жемчужину» сделать. Ну вот, обзвонили всех, кого смогли, нашли, что нужный инвентарь, собрали, все воедино. Ну, недели две мы делали вот это все. В общем, подключили всю семью у нас, помогали и тети, и дяди, и бабушки, дедушки, ну, в общем, все. Все конкурсанты у нас были награждены дипломами об участии в параде колясок. И также ценными призами, которые были предоставлены отделом «Малыш» торгового центра «Северный привоз», за что им огромнейшее спасибо. А одним из самых оживленных мест была площадка с игровыми аттракционами. Батуты, надувные горки, бассейны шарами. Каждый нашел себе занятие по душе. Нам понравилось, что здесь батуты, рисуют рисунки на лицах. И можно, если сделать открытку, получить шарик. Мне сегодня больше всего понравился заряд. Мы там танцевали, прыгали, бегали. Поздравляю деток с праздником, желаем счастья, всегда светлого неба, процветания, чтобы они были здоровы, чтобы радовали маму, папу, и чтобы хорошо учились. Все. Праздником, детки, у вас. Вот такими насыщенными, веселыми и увлекательными были мероприятия, на которых побывали мы, журналисты студии «Компас». А я желаю вам активных каникул. Следите за анонсом мероприятий, которые будут проходить в нашем городе. И делитесь с нами информацией. И, конечно же, хорошим настроением. На сегодня все. До встречи через неделю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok